Золото тайги, часть 15. Там это, КПП, вы все знаете, да? Там стоит наш человек, и он всех пропускает только с синими перчатками. Вы знаете, да? Вот так вот. Так что все, чтобы там встали, расписались. А нравится мне. Мне нравится, вы тоже вот это шутите про КПП. Молодцы. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Парадок. Парадок. Шутите, что вы не успели, что опоздали. Все правильно. У нас все должно быть, как книжка пишет. В 12 часов выпускается все, все должны собраться в зале, и все, и тыкать перчатки. Правильно? Вот так вот. На сегодня, ребята, у нас все. Увидимся. Хей! Шучу. В общем, поехали дальше. Часть 15. Конох шел, не торопясь. Уверенно. И что-то мурлыкая себе под нос. Его поездка оказалась удачной. Зубрыль не ошибался, полагая, что ревизор охотится за Зотовым. Он и думать не хотел о Зотове. Тоже мне. Птица. Если надо будет, так его легко уберет и белый кин. Конох предпринял эту трудную поездку совсем по-другим, более серьезным соображениям. Дымов сказал перед отъездом. В конце зимы ты там наведайся к Скалову. Тот передаст тебе письмо от Винокурова. Или скажет кое-что на словах. Самому на прииск ему ходить запрещалось. Ну, все-таки чужой человек. Приметят. Лучше уж пусть это сделает Скалов. И вот Конох и приехал в долину, примерно зная, где находится проводник геологов. И встретился с ним в лесу недалеко от зимовья поисковой партии. Скалов передал Коноху письмо и спрашивает. Ну, как дела? Плохо, Кин. Очень плохо. Мы все ждем, когда начнется война уже на Востоке. И тогда, тогда уже развернемся в полную силу. Без этого решающего фактора вся наша затея выглядит кустарной. Бесполезно. Что мы будем делать с открытием Бортникова? А? Как остановим наступление? Наступление советов на Колыму? Как? Там в письме все об этом есть. Ну, хорошо. Я прочитаю. Но, по правде сказать, у меня уже нет веры. Совсем нет веры в нашу победу. Да и Некамура тоже, мне кажется, понял это. Что игра это не стоит, свеч. Растерял всю энергию. Всю свою энергию. А теперь вообще не знает, что и делать. Нервничает. Раздражается по пустякам. За себя боится. Ну, спасибо, хоть Амаров помогает. Но все-таки ведь продолжает действовать. Видно по привычке. Но перспективы все равно нет. Богатства Колымы уходят от нас. Смотри, сколько здесь народу. Сколько здесь приисков. Сколько они здесь добывают золота. И не остановишь. Надо заставить их голодать. Плохо. Очень плохо, что пропустили последние три парохода. На базу прииска уже пришло продовольствие. Наверное, об этом и пишет Винокуров. А мне-то? Мне-то что от этого продовольствия. А ты прочти и все узнаешь. И они постояли в лесу, покурили. Разговор получился не очень веселый. Денег у меня нет, сказал как бы между прочим Конох. Скалов ответил, подумав. Завтра приходи сюда в эту же пору и получишь. Тебе как удалось уехать? А? Да вот на охоту отпросился. Подозрительно. Слишком уж часто ты охотишься. Я слыхал, что у тебя в Катуйске охота там неудачной получилась. А? А между прочим, этот Зотов здесь. Да, именно здесь. Под боком у тебя. Я встречался с ним. Пока без последствий. Так поговорили. Смотри, Кин, как бы он не угадал тебя. Ведь он все знает. Он сам мне рассказывал. Твой старый револьвер хранит. Угу. Как доказательство. Все надеется. Нет, он не уйдет от меня. Нет. Я не промахнусь. Ну, я пошел, сказал Конох. Письмо, как прочтешь, сожги. Ладно. И он пожал руку Скалову, тоскливо посмотрел ему в глаза и пошел по лесу свою берлогу. Скалов постоял еще немного, наблюдая за уходившим человеком. Вздохнул и тоже повернул к зимовью. Да, не очень-то веселая у них работенка, что и говорить. Так себе. Тени. Не больше. конох шел спокойно, наблюдая, как вечерний свет ложится на снег. А возле берегов под деревьями снег стал фиолетовым. Вечер слизывал последний от свет зари. Ночь разливалась по всей ширине реки. Быстро темнело. на фоне неба ярче забелели снежные пики близкого хребта. Мороз пощипывал нос, уши, залезал прям за воротник. Тянуло лютым ветерком. Что это за новое задание в этом письме-то, а? Иконах вынул поспешно конверт. Хотел прочитать на ходу, но пальцы замерзли. И он снова засунул письмо в карман гимнастерки. Усталым шагом ревизор стал подниматься на берег. Вот и первые лиственницы показались. Конах остановился, перевел дух, нагнулся, чтобы поправить ремень на лыже. и вдруг рядом скрипнул снег и раздался шорох. Конах сразу насторожился. Даже не разгибаясь, он сунул свою правую руку в карман и скосил глаза. В двух шагах от себя он увидел валенки и форменные брюки. За мной сразу же мелькнула у него мысль и сердце упало в пятки. Письмо! Письмо! Молнией пронеслось у него в голове и он резко выпрямился, не вынимая руки из кармана. Ружье висело за спиной. Рядом с ним стоял замполит Зубрилин. «Ну здравствуйте, конах!» строго сказал он. И правая рука замполита полезла за полушубок. Это движение не укрылось от зора конаха. «Здравствуйте!» с трудом выговорил конах и тут же понял, что это за ним. За ним приехали. Они стояли друг против друга каких-нибудь две-три секунды. Двое готовых на все людей. Изубрилин вдруг приказал. «А ну выньте руку! Руки за голову! Ну! и в это же мгновение конах вырвал из кармана руку. В ней был нож. Зубрилин выхватил пистолет, но он стоял слишком близко к противнику, нерасчетливо близко. И конах ударил по руке. Выстрел разорвал тишину, и пуля взрыла снег. конах ловко сшиб Зубрилина с ног и бросился на него с ножом. Зубрилин был проворнее, моложе и сильнее. И он таки увернулся. Конах мгновенно вскочил на лыжи, оттолкнулся и понесся с берега вниз. Зампалит уже лёжа выстрел ему вслед. Один раз и другой. Рука дрожала, но конах уже растворялся в сумерках. Но как раз в это время рядом раздался резкий выстрел из винчестера. Изубрилин увидел, он увидел, как сорвало шапку с конаха, а сам он, словно кто толкнул его в спину, пластом упал вперёд. И Федя глухо сказал, кажется, вмазал. И они бегом подбежали к конаху. Но он был уже мёртв. Пуля попала как раз в затылок. У него изо рта, крепко стиснутое зубами, торчало письмо. Не успел всё-таки. Федя аж побледнел от такой картины и отвернулся. Как же это я? Шёпотом сказал он. Ты ещё не знаешь, кто это. Ну, чё ты испугался? И здесь тоже фронт, милый мой. Помоги лучше поднять. Обыщем. Их обоих било как в лихорадке, хотя Зубрылин и пытался не показывать этого. У Конаха нашли пистолет. Командировочное удостоверение, подписанное Омаровым и немного денег. Труп положили на нарты, привязали. И что? Куда теперь? Куда дальше? Геологом? Спросил Федя. Да. Надо скорее вызвать следователя. У них, наверное, там есть радио. Как же это я так, а? Как же это я так его? Совсем уже растерянно повторял Федя. Повторял и повторял. Ведь впервые в жизни, впервые в жизни он стрелял не в белку, не в медведя, а в человека. Зимой в морозную тихую ночь звуки в тайге слышны очень далеко. И проводник скалов прекрасно разбирался в этих звуках. Он слышал три выстрела. Три выстрела из пистолета. И один из Винчестера. Это совсем не то, что из охотничьего ружья. Нет. Звук совсем сухой, резкий и отрывистый. И он понял, что с Конахом неладно. Что-то произошло там выше по реке. Но что? И вот через полчаса на зимовье привезли труп ревизора. Работники поисковой партии все до единого высыпали навстречу Зубрилину. Все. Он продевил начальнику партии свой документ и сказал «Прошу вопросов не задавать, товарищи. Дело очень серьезное. Ответить вам все равно не смогу. Мне нужна рация». Скалов хмуро глядел на залитые кровью лицо Конаха. Ведь только два часа назад он разговаривал с ним. «Что же теперь? М?» И вдруг его кольнуло в самое сердце письмо. И он даже почувствовал слабость в ногах, как ватные стали. А вдруг там его фамилия? Зубрилин и Федя, как вошли в домик начальника партии, так уже больше и не выходили. Замполит опасался пулей за угла. Ведь сообщник Конаха несомненно здесь. Именно здесь. Среди этих людей. А может и не один. И вот письмо он прочитал уже при свете фонаря. Зачитываем. Наш дорогой шеф значилось там. Наш дорогой шеф поручает вам дождаться в совхозе сухих дней весны и повторить на прииске Май-Уре ту же операцию. какая была проведена много лет назад с рыбацким поселком на побережье. Условия для этого хорошие. Поверьте мне. Все запасы, горючие и склады все это находится на склоне сопки, покрытой стланником. Да, именно им. Дано указание сваливать бочки с горючим ближе к зарослям. Вам даже не надо подходить к поселку. При попутном ветре, поверьте мне, все пройдет хорошо. Это уже проверено. А после выполнения вернетесь в совхоз и ждите дальнейших указаний шефа. Точка. Никаких подписей не было. Но Зубрилину не надо было напрягать память. Он прекрасно помнил именно ту операцию на побережье, описанную в дневниках Зотова-старшего и его друзей. Да, знакомство с архивами оказалось очень полезным. Поджог. Ах, бандиты, гневно сказал он. На голодовку рассчитывают. Ух, ты! Ты это чего? спросил Федя. А ничего, ничего. Думаю, вслух. Ну, ниточка оборвалась. Вот что скверно. Ну, ладно. Свяжем как-нибудь. Во всяком случае, на одного мерзавца уже меньше. Диверсант, Федя. Диверсант. Понятно? И вот, втянувшись в работу на новом месте, мы не замечали, как быстро бежит время. За всю зиму наша группа провела серьезную работу. Серьезнейшую. Леша Бучков с Виктором и Смысловым поставили опорную сеть из сотен рэперов и начали топографическую съемку долины, чтобы к лету дать точный план местности и уже твердо-натвердо определить, где строить парники, где теплицы, а где жилой поселок и животноводческий городок. Мы с Сашкой Севериным и Зотовым пробили в мерзлой земле десятки шурфов. Взяли целую сотню проб для отправки на анализ и все время следили за режимом реки Май-Урья. Аварь Зотова продолжала вести наблюдение на двух площадках и по утрам непременно сообщала нам погоду. В январе она, например, обрадовала нас самой низкой температурой. Самой низкой температурой в северном полушарии. минус шестьдесят один и семь градусов. Это просто трудно представить себе. Почти минус шестьдесят два градуса. Да, это была действительно холодная ночь. Мы все нарочно выходили из палатки, чтобы испытать, что это такое за шестьдесят и с чем его едят, как говорится. Струсил только один казак. Да, не смог. Лениво переступив порог, он помялся в мороженом тумане и сразу же начал скулить все и обратно задки-задки. Начал поджимать лапы и тереть глаза нос. Не выдержал. Слабак. А мы стояли на снежной площадке и вслушивались в жуткую тишину стынувшей ночи, окутанную густым резким на вкус и запах туманом. Да, он действительно был резким. Почувствовав колючие щипки на щеках и ушах, мы поспешили вслед за казаком в палатку. Тоже слабаки, скажете? Конечно. И закрыли дверь. Но даже при плотно закрытых дверях от порога к печке воровато пробирался видимый глазом морозный туман. И исчезал в поддувале гудящей печки. У нас-то было тепло. А таких ночей за зиму Варя отметила немного. Другие были теплее. И слава Богу, как говорится. Но по правде сказать, дни с температурой в минус 50 градусов не особенно отличались от рекордных. Такая же жуткая тишина и незримая опасность для всего живого. Зато лето жаркое успокаивал себя и всех назотов. И вот к концу марта река Майурья стала показывать свой норовитый характер. И чем сильнее давил Мороз, тем больше баловалась Майурья. Она, по-видимому, еще и в декабре, в январе местами перемерзла. Потеряла свое русло и металась теперь по всей длине, создавая такие ловушки, что только один Бучков ухитрялся возвращаться с работы сухим. Мы же все то и дело совершали невольный обряд крещения. Вода таялась под снегом даже там, где ее совсем не ожидали встретить. Таилась. Угу. Особенно часто вступал в конфликт с речкой Сашка Северин. А мы приглядывались к Лешкиной сноровке. Интересно дело. Он обходил глубокие снега и держался ближе к чистому льду или мелкому снегу, где, на наш взгляд, было самое опасное и самое мокрое место. Однако он не проваливался и лед его всегда держал. Ну, вот объясни нам, а, попросил его Сашка. Ну, как так? Как так-то? А вы догадываетесь, почему река из своего русла вышла? А? Снизу вечная мерзлота поднялась. Сверху лед застыл. На каждом мелководье перемычка получается. Ага, перемычечка. А тем временем вода из верховьев продолжает наступать. Продолжает. Но она, конечно, и прорывает лед. Течет поверх льда. Поверх. И намораживает на нем слой за слоем. Слой за слоем. И в конце концов русло доверху заполняется плотным льдом. Ну, а куда воде идти? Куда? Вот и растекается она по всей долине. Подтопляет снег. И, конечно, опять замерзает. Ну, а если снег тонкий, то вода замерзает вообще быстро. А под сугробами ж там теплее, правильно? О, именно там она и накапливается. И стоит. Ну, и шо ж получается? Где опасный по-вашему? Где? Опаснее. Сашка слушал, слушал, аж сдвинул на лоб свою шапку. Вроде бы все понял. И вот на другой день он собрался в дорогу. Надо было принести из призка кое-какие продукты. Лыжи возьми, посоветовал ему Леша. А я не нуждаюсь, гордо ответил Северин. Я пойду прямо, прямо по реке, по льду. Она, понимаешь ли, вымерзла до дна. Никакой опасности. Так, Леша? О, неужели? Постих истину! насмешливо сказал наш начальник. И вот Сашка ушел перед обедом, пообещав вернуться часов в десять вечера. Ночь выдалась тихая, лунная. И наша долина, залитая доверху зеленоватым светом, выглядела просто фантастически. На лиственницах висела изящная, просвечивающая насквозь снежная бахрома. Приречные кусты, опудренные инием, причудливо сверкали, играли светом и тенью. Оголенный лед таинственно мерцал под луной. Стояла такая тишина, какую можно наблюдать только лишь на севере, в безвесе, зимнюю ночь. Когда вот идешь так, идешь и слышишь только один скрип снега под ногами. Ну, и четкий стук собственного сердца. Мы решили встретить Сашку и вышли на лед. Постояли, прислушались. Ни звука тебе в долине. Тишина. очарованная такой белой тишиной, не спеша тронулись мы по реке, рассчитывая где-нибудь на полдороге встретить Сашку и помочь ему нести грузы. Когда прошли километра два, где-то далеко-далеко послышался человеческий голос. Это пел Сашка. Хе, и судя по бодрым звукам, по этим нотам, долетавшим до нас, хе, он был в хорошем настроении. Вот это любимый город может спать спокойно. Хе, хе, либо когда боится, он тоже так поет, либо еще чего. Ибоу. Но вот это любимый город неслось по всей долине. Видно, ему не скучно вот это шагать под эту вот песню. И эту песню он теперь мог исполнять лишь там, только где никого уже не было. А то натандычат ему по лоби. Он эту истину усек. И теперь только этот любимый город уже поет только уже когда сам. Вот так вот ребят бывает. Да, вот это да. На луну поет что ли? Усмехнулся Смыслов. И потом песня сразу же прекратилась. Видно, таинственная ночь очаровала одинокого путника. Замолк. И мы не спеша шли навстречу ему и готовили уже приличествующие встречи шутки. Шуточки, прибауточки. Как вдруг произошло совершенно непредвиденное. Ближе чем в полукилометре от нас прямо за поворотом раздался короткий но резкий треск. В устоявшейся тишине он показался таким страшным и неестественным, что мы разом все вздрогнули и остановились. Сердце у всех забилось отчаянно быстро и стало как-то не по себе. А вслед за этим треском до нас долетел испуганный вскрик и снова такие звуки словно кто-то сильной рукой ломал сухие доски. А потом все стихло так же внезапно как и началось. Стряхнув себя все оцепенение мы бросились вперед. За поворотом распластавшись на мокром снегу лежал Сашка придавленный сверху своим рюкзаком. А вокруг него журчала вода и целые облака пара поднимались над местом катастрофы. Разбрызгивая воду мы подбежали к Сашке подняли его и отнесли на сухое место. Он очнулся и оторопел посмотрел на нас. А где это я? Уже в раю пробасил Смыслов. Мы догадались куда ты попадешь после своей безгрызной жизни. И вот пришли тебя проведать. Ну как ты тут проживаешь? И тут Сашка после таких слов окончательно уже пришел в себя и недовольно засопел и отряхнулся и сразу говорит дай закурить. Он жадно курил папиросу и боязливо косился на лед, по которому проворно растекалась вода. А мы смотрели и молчали, ожидая объяснения. Вот видите этот проклятый бугор? Он отнял у меня три года жизни. Завтра утром голова у меня вся будет седая. Это точно. Иди по льду! Передразнил он Лешку Бучкова. Ну вот я и пошел. А что собственно случилось? И при чем тут этот бугор? А случилось оказывается вот что. Сашка шел себе по льду реки, напевая свою знаменитую песню. Пестню пел и шел. И даже пытался прокатиться по особо гладким местам. где это получалось. Настроение у него было боевое. Песня помогала. Настроение было приподнятое. Потом он израсходовал запас бодрости и что-то приуныл. Загрустил и задумался. И дальше уже шел погруженный в свои мысли. Тишина и одиночество околдовали его. И было уже совсем не до песен. В другое время и при других обстоятельствах Сашка конечно заметил бы, как впереди подозрительно взбугрился и напрягся синий лед. Этот бугор был одним из тех образований, когда прижатая со всех сторон вода не может прорваться из-за крутых берегов ни вправо, ни влево тебе. И начинает приподнимать лед в самом русле. Сашка подошел к бугру. Пожалуй, как раз в такое время когда он уже еле-еле сдерживал напор воды снизу. И ничего не замечая, он машинально поднялся на бугор. И видно, своим весом нарушил таки непрочное равновесие. И вершина бугра с треском разорвалась. И струя воды скинула его вниз. В трещину хлынул поток и освобожденная река моментально разлилась по всему руслу. Когда мы торопливо шли домой и уже переодетый Сашка стремясь согреться обгонял нас, то мы заметили, как он старательно обходил уже стороной, стороной даже небольшие снежные кочки. И повторял «Ага, иди по льду». Как говорится, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Ну, в общем, река нам прибавила работы. Это точно. Большой луг, который мы видели в своем воображении уже ровной пашней, во многих местах подвергся затоплению. Наледи появились в низинах луга, и опушке леса, и даже далеко от реки, у подножия второй террасы, как бы ограничив со всех сторон сухую площадь. Нечего было и думать, намечать под распашку те места, куда достигал зимний паводок. Они безусловно исключались. Безусловно и безоговорочно. Ведь наледи тают весной очень долго, и земля никак не успеет согреться. Мне приходилось как-то видеть такие наледи в долинах, что и вовсе не успевают растаять за лето, за все лето. во время таяния лед постепенно покрывается песком, грязью, листьями и старой травой. И вся эта покрышка, крышка-покрышка, вся эта покрышка защищает его от лучей солнца и становится даже еще толще, все толще и толще и надежнее и сохраняет под собой лед на много-много лет. Вот тебе и вечная мерзлота. Именно так это все и образовывается. И именно такой лед называют уже ископаемым. Только не полезным ископаемым, а просто ископаемым льдом. И нам пришлось забраться еще дальше по долине. И здесь удалось разыскать гектаров до трехсот. ровненького и чистого луга, пригодного под распашку. Метеостанция оказалась между двух будущих массивов пашни. Великолепно! Потирал руки очень довольный Петр Николаевич. Но мы не совсем понимали его. Это ж так просто, ребята! сказал он. Чем больше распаханных земель, тем лучше климат или устойчивее микроклимат. Так, Варя? В общем-то так, отвечала она с таинственной улыбкой. Мы переглянулись. Мы чего-то недопонимали. Они явно что-то скрывали от нас. Ведь это две совершенно одинаковые метеоплощадки. Необъяснимая радость при мысли о крупных земельных массивах. Необъяснимая. Секрет, что ли? Но нам оставалось только ждать, когда они не выдержат тяжести этого секрета, и он, так сказать, лопнет. И они поделятся сами с нами. Сами поделятся. Будем мы выпытывать. Чисто метеорологическая загадка, усыпляя наше любопытство, говорил Зотов. Потерпите немного. Потерпите. Все станет ясным уже через полгода. Никак не раньше. Никак. И при этом он со значением смотрел на Варю, из чего следовало, что автором метеорологического секрета и являлась по-видимому она. Петр Николаевич уже не первый раз поражал нас своей изобретательностью. Явление, которое мы все считали давно изученным, он вдруг мог увидеть совсем с другой стороны и совсем иными глазами. Что это было? Врожденное чувство характера или особое проникновение в окружающую нас природу? Тут сказать было трудно, но качество несомненно хорошее, крайне необходимое исследователю. мы проклинали топкое место на склоне. Мы проклинали его. Даже зимой здесь курчавился такой мох под снегом и стояли такие кочки, что сломать ноги было вообще сущим пустяком. А потом ходи на шкутолыпках склоны вдруг болота? Ну как так совместить-то? Спросил как-то Смыслов, убежденный, что по горе стекает любая вода. Азотра вдруг сказал, парировал. Я просто уверен, ребята, хорошая пашня будет, отличнейшая. На болоте внизу песок. Песок ведь, а это ж отличная аэрация. Поэтому и болото глубоко протаивает. Вода стоит, как в пригоршне. Мы сдерем мох и кочки, оголим эти пески, добавим немного навоза, и у нас получится, ребята, получится! Превосходнейший огород будет! «Ну, как, Лешка? К тому же это же южный склон, южный!» «Согласен», сказал наш начальник. «Глубоко смотришь», похвалил он Петра Николаевича. Зотов аж зарумянился. «Бычков очень редко кого хвалил. Но с этим опытным огородом Петя придумал очень ловко. Самое убедительное это дать овощи уже в этом году. В этом! Пусть немного, но симпатии горняков будут завоеваны. и с площадками. Но что это такое эти площадки? Зотовы помалкивали. Ладно. Ничего, ничего. Подождем. Почекаем. Долго не протянут эти секреты. Секретничек надумали тут. Ишь, когда-нибудь этот секрет сам лопнет, как булька с носа. И мы теперь работали всего в одном километре от метеостанции. Всего в одном. Леша Бучков вел теодолитную съемку. Точнее сказать, вел ее Серега Иванов. А Бучков только консультировал его и поправлял. Я вообще заметил, что наш начальник уже давно всерьез так сказать натаскивает способного к математическим наукам и точного в работе Серову. И не только заставляет его делать практическую съемку, но и просиживает с ним целые вечера над этими геодезическими учебниками. В долгие морозные ночи Иванов и сам любил обстоятельно сиживать над таблицами Гаусса, рассчитывал многоугольники, разбирал и собирал приборы. Действительно это было заметно. Ему нравились эти все математики, математические расчеты. Это было прям видно. Так что Леша готовил из парня топографа. А он знает, что делать. Но почему он так поступал, выяснилось несколько позже. В этот мартовский день мы почувствовали пожалуй впервые, впервые, что солнце в Май-Урье не только светит, но окажется оно еще и может греть. Вот это удивительно. Действительно, ребят, аж загрело. На припеке, если сесть спиной к солнцу, все тепло проникало сквозь ватную телогрейку и приятно щекотало спину. Все, весна, весна идет. рябило в глазах от ослепительной игры солнца на снегу. Воздух стал прозрачным, ядреным и каким-то даже очень вкусным. Я даже начал ощущать новые запахи. Вот чего. Снежный наст за ночь смерзался и по утрам удерживал человека без лыж. Совсем без лыж и без всяких этих ступов расширителей. Наледи лениво дымились. Промороженные лиственницы, мертво стоявшие всю зиму, зашептались. По их голым веткам нет-нет да и пробегал теплый, уже теплый воздух, навевая мысли о жизни, о тепле. Весна пришла, никуда не денешься. Устроив перекур, мы усели спиной к солнцу и блаженствовали в затяжке за кустом шиповника. И вдруг отрывочно тявкнул казак. Мы сразу обернулись. Уши у собаки настороженно торчали. Казак внюхивался в какие-то ведомые только ему запахи и не спускал глаз с реки. Он тявкнул еще и еще раз и беспокойно оглядывался на нас. Леша поднял бинокль и долго всматривался в белые безмолвие долины. «Кто-то едет там сверху», сказал он. «Похоже нарты». «Геологи, кто же еще?» уточнил Зотов. «А может, это твой приятель, проводник?» сказал Серега. Мы все встали, оживились. Теперь уже даже и без бинокля на белом прорыве русла была видна черная точка. А казак совсем взволновался и рвался вперед. Сашка даже взял его за ремень и послышался заливистый лай, собачий потек. И вот через несколько минут упряжка пронеслась под берегом. Мы закричали и замахали шапками. Каюр вонзил в снег крюк и оклянулся. С нарт соскочил кто-то грузный, грузный и тяжелый, в широком тулупе и, неуклюже став на лыжи, пошел прямо к нам по целине. Упряжка пронеслась дальше в поисках от логова подъема на берег. А этот человек шел к нам и шел левой, левой, раз, два, три. Ребята, да это же Руссо, крикнул Смыслов. Явление народу! Да, и действительно, это был Руссо, левой, как сразу не догадался-то. На широком и добром лице агронома сохранялось тревожное выражение даже в первые минуты встречи. «Откуда вы? Какими-то судьбами? А почему сверху с гор?» Мы забросали его вопросами. Он не успевал отвечать. «А постойте вы, постойте!» сказал он, беспокойно оглядываясь. «Где Зотов? А? Я здесь!» Бородатое лицо Зотова возникло перед глазами агронома. «Апостол Петр, русифицированный и одетый для прогулки по морозным далям», сказал он. «Вы?» Руссо даже огляделся и улыбнулся. «А да, прошу прощения. Фу, как же я боялся! Вам не передать!» И он опустился на поваленную лисину и вытер рукавом лоб. «Да объясните вы, наконец!» нетерпеливо произнес Бычков. «Сейчас, сейчас! Значит, это вы!» И Руссо еще раз посмотрел на Зотова и даже дотронулся до него. «Не доверяя глазам своим!» «Ну и вид у вас, Алеша Попович!» «Хе-хе!» «И он даже рассмеялся!» «Да и все вы друзья!» «Хе-хе!» «Робинзоны!» «И где ваша пятница?» «Но все же!» «А?» «Итак!» «Итак!» «Начал Бычков, заражаясь волнением приезжего!» «Итак!» «Я очень рад, что вижу вас всех вместе и в добром здравии!» «Прошу выслушать меня очень внимательно!» «Меня послал Зубрилин, чтобы предупредить об опасности, которая вам грозит!» «Особенно Петру Зотову!» «Опасности?» переспросил Бычков. «Да, именно!» «Здесь конах появился в вашей долине!» «Мы переглянулись!» «Так что это получается?» «Значит история не кончилась?» «Она продолжается?» «Она догоняет?» «Она преследует Зотова по пятам?» «Находит его даже здесь?» «Прошлое опять ворвалось в наши дни!» «И мы свернули всю работу и отправились домой!» «Известие было очень серьезным!» «Оно заставило задуматься каждого!» «И вдруг ночью снова залаял казак!» «Сашка и Сергей вышли посмотреть, что к чему!» «Вернувшись, они сказали, что вверх по долине промчались четыре потяга с людьми!» «Это туда, к Зубрилину!» сказал Руссо. «Будем ждать известий!» «Ну а теперь, когда я вас уже предупредил, я боюсь за нашего замполита, ведь он остался там один на один с врагом!» «На другой день мы увидели целый обоз! Он шел сверху в ефрике!» «Нарты остановились, и Зубрилин подозвал Зотова и отвернул брезент!» «Узнаешь?» И Зотов аж побледнел! «Кто это его так?» «Неважно! Одним преступником меньше! Но ты учти, с его смертью опасность не миновала! У Конаха здесь везде сообщники! Все схвачено! Кто это? Не знаю! Надо выяснять, раскручивать этот клубок! Я вот сейчас еду на прииск! Потом вернусь к вам уже! А вы будьте осторожны, друзья! Крайне осторожны! И в этот же день мы с Серегой переселились в домик Зотовых! так так оно надежней будет! Я так думаю! я понимаю! понял. Какие-то потяги там понеслись. Куда? Это туда на разборке и в этот шалашик? Где конаха замочили, что ли? Я так понимаю. А чего ж тогда они тут сидят? Вот у меня возник такой вопрос. Надо же ему помогать. На помощь идти? Или это как раз эти потяги и помощь пошла ему? Вот что-то я не могу догнать. Может они специально скоперировали все вместе, чтобы сохранить именно Зотова? Посмотрим, что дальше будет. Мне нравятся шуточки этих ученых в этой части. Шутки шутят тут. Ну действительно, минус 60 это конечно вообще. У меня тут отопление бывает выключают или не включают выключают заранее. И все, дубак вообще. Я уже вообще не говорю. Так это не зима, ребята. Это же вам ничего. А я не представляю, как эти таежники даже в тех избах там спят. А что уже говорить в палатке? А эти в минус 60-то какие там? У нас минус, помню, 17. Уже все, закрываются детские садики, школы. Все, уже никто никуда не ходит. Все, приехали. Ну тоже говорят, что это очень, ребята, очень это связано с влажностью. Если сильно влажный воздух, а у нас он сильно влажный, то говорят, что очень сильно ощущается. Может быть, минус 17 ощущаться как минус 30. Правильно? Может такое быть? А мне говорили некоторые люди, где были вообще, где очень холодно, что там просто влажность воздуха низкая. И действительно не ощущается так холод. Может быть, и минус 30. А по поводу вот этой тишины тоже кто-то я что-то такое слышал. Что когда такой холод, что вообще прям тишина какая-то. Мне кажется, это связано от того, что у них ничего не вылазит. Все дома сидят. И зверушки тоже. Ну, на сегодня у нас, ребята, все. Ставьте ваши педали, проверяйте. Вы у меня уже натренированы, знаете, что делать, все нажимать. И делиться, вы знаете, что там снизу есть все кнопочки педали. Нажимайте. Очень благодарен вам, что вы делитесь моими рассказами. Создавайте такую нашу секту. Секту-прослушиватель Ли Иеговы. А то придумал, да. Ну, вот так вот. На сегодня, ребята, все. Ставьте ваши педали. Услышимся завтра. А на сегодня пока-два.